добрый день сегодня мы поговорим на такую важную в современном мире тему поговорим про информационную безопасность и про цифровую гигиену и сегодня будем говорить с татьяной т.н. руководителем продуктового офиса домашней школы интернет-урок и собственно первый вопрос насколько это важно насколько это актуально для ребенка для школьника подростка ну или взрослого человека потому что наверное все таки здесь не такая большая разница в опасностях всем привет отвечая на твой вопрос я думаю что базовые какие-то элементы информационной безопасности вообще важны действительно всем и детям и взрослым потому что в современном мире практически все что мы делаем связано с гаджетами с доступом в интернет сейчас каждый телефон компьютер это понятно но еще и появились дома всякие умные устройства колонки там домофоны и все на свете все подключено к интернету а так как все подключено к интернету и сервисов много сайтов много они все друг другом общаются обмениваются данными например там элементарно на какой-то сайт зашли авторизируетесь с помощью соцсети и возникает обмен еще между данными между сервисами и того наше присутствие в интернете огромное количество данных которые мы там оставляем она действительно очень большое и это связано с одной стороны с повышением удобства пользования сетями и разными платформами и так далее а с другой стороны с повышением риска того как много информации о нас есть в сети собственно наверное основной постулат мне кажется такой пользовательской обычного человека безопасности в интернете это то что ничего не анонимно и все все что мы как бы куда-то пишем где-то выкладываем неважно это приватный чат в телеграме или ватсап или соцсеть или что-то еще все это не анонимно это все можно достать это все сохраняется и все это уже никогда не будет вашим чем-то личным ну ну хорошо ну как бы ну и что да но я вот там куча мест заполняю данные своего паспорта да и даже было и без интернета это показывал при покупке билета да раньше даже без интернета я его там куча мест заявления писал в общем и так довольно много информации было и сейчас она есть хорошо но чем чем это опасно ну тем что все это объединено в сеть интернет соответственно некоторые люди злоумышленники могут получить доступ к этим данным использовать против тебя вариантов как бы негативного сценария их очень много там перечислю самые простые там самое распространенное что например случается у меня в круге знакомых примерно раз в месяц это то что кому-то ломают аккаунт в телеграме или там вк где-то в социальной сети и начинает от его имени писать людям и знакомым там то деньги переведи то там маме что-то писать что у меня что-то случилось ну то есть кто-то чужой заходит по твоим аккаунтам соцсети и начинает от тебя писать это первый сценарий второй сценарий это то что ты уже не можешь восстановить доступ к этому аккаунту третий сценарий что у тебя там внутри переписки в соцсети там в чате писал свои личные данные пароли или какие-то фотографии которые ты бы не хотел чтобы были в сети кто-то получает к ним доступ соответственно он может к тебе обратиться и сказать или ты плачешь мне деньги или я их там выкладываю туда-то туда-то ну очень распространенные это самые базовые там условно сценарий шантажа которые осуществляются таким низкоуровневыми хакерами ну их даже хакеры не назвать на этом стандартные мошенники вот кто-то завладеет твоей почтой будет подтверждать пароли в другие сервисы попадет там получит данные к твоему счету например там к финансовым данным может кредит на тебя оформить там вариантов на самом деле масса и это все такие низкоуровневые более сложные есть еще так мошенничество типа кражи цифровой личности когда под псевдо тобой совершаются тоже какие-то операции в интернете там допустим надо тысячу регистраций сделать и ты об этом не знаешь но так как твоя личность права и украдена тобой там регистрируются не знаю какие-то гонят трафик еще что ну все что угодно может быть это ну такие базовые негативные сценарии утери то есть попытка шантажа тебя твой диск могут заблокировать которые там жесткие на компьютере или где или в клауде в облаке если что-то хранишь твои фотографии твои документы тебя потом соответственно легко шантажировать этим и требовать себе деньги так ну шантаж понятно там воровство каких-то документов паролей и денег понятно да цель но наверное можно сказать что с одной стороны мы сейчас поговорим про то как бороться да какие способы защиты и как вообще это происходит чтобы знать как защищаться нужно и для чего но с другой стороны хочется отметить вот рассказ про шантаж про вымогательство там фотографии ну минут я у меня сразу голову пошла идея рассказа шарлока холмс милвертон его была фамилия и он чем занимался кроль шантажа по-моему серия так называется да он собирал данные письма какие-то ему приносили за деньги выкупался и потом лишь шантажировала своя картотека то есть кажется что изменился способ до форма да но содержание этому этому вещам уже много-много сотен лет и на самом деле наверное и когда мы будем говорить про способы защиты они тоже трансформируются в общем сами способы принципиально не меняются я имею ввиду содержать ну то есть если ты не хочешь чтобы письмо с каким-то содержателем текстом оказалось не в тех руках на что должен либо контролировать его нахождение то есть держать у себя дали через защиту либо не писать это письмо ну как бы как вариант и вот мне кажется это тоже очень важно людям понимать что потому что иногда кажется что вот что-то такое прямо принципиально новое происходит что никогда ни с кем не было что на самом деле все было просто было по-другому машина и лошадь да общем это нужно за хорошие ноги да вот и прежде чем опять же прием к способам защиты мне кажется мы не про все поговорили из рисков потому что ведь помимо таких ну скажем материальных выгод деньги да или там еще что-то а мошенничество ведь есть и мне кажется какие-то более такие вещи глубокие длинно играющие ну например это может быть и некое моральное насилие да ну тут же кибербуллинг и что с этим связано да это ведь тоже в каком-то смысле вот информационная безопасность гигиена да потому что ты общаешься с какими-то людьми они могут это использовать да могут повлиять на тебя не обязательно же интернет непосредственно вот технически использовать можно просто в интернет там соцсетях добавится и опытный эмпат да сможет использовать твои какие-то слабости там да в общении тебя раскрутить на что-то да при этом сам интернет это просто средство общения раньше он мог там где на улице подойти и и еще мне кажется третье такое большое направление если мы про это говорим это все-таки репутационный момент да то есть кажется многим и часто приходится встречать что вот да ладно что я там сейчас по молодости выложу там какую-то фотографию а потом спустя там 20 лет чек баллотируется в какие-нибудь депутаты губернаторы да да много разных у нас и за всплывает вот эта самая фотография и выясняется что в общем вся там карьера идет коту под хвост ну в общем разному но это сложно потом скрыть да да то есть то что то есть в общем надо помнить что интернет вот все помнит все да и соответственно это надо всегда учитывать можно я вот приведу пример михаил аннушка время когда-то в одном из видео интервью но тоже он рассказывал что говорил такую мысль что раньше мы жили долгое время урок когда в общинный строй в пещере все всех видели и мы долгое время эволюция в шла к тому что мы вот защищались дома там все все а сейчас соцсети нас как бы в каком-то смысле вернули обра и интернет вернули в этот общинный строй мы все все видят и все все помню то есть такое большое село да ну отличие села и города даже в селе все всех знают а в городе ну как бы атомарно и вот соцсети нас в каком-то смысле вернули и мне кажется очень важно и детям и подросткам да и взрослым это понимать что вот то что я напомню все означает что все что вы делаете там это на виду то счет начала все сохраняется как бы вы не удаляли как бы вы не чистили там как бы не делали это все равно все кто-то может достать просто цены и цели да итак но тогда мы переходим к тому как же нам защищаться от вот всех этих вещей и почему они происходят чтобы знать как защищаться как сломают как похищают цифровой след цифровую личность так далее ну чтобы понять защищаться надо понять от чего потому что способов взлома очень много есть какие-то вещи от которых мы обывателю нет смысла защищаться например уязвимости операционных систем или допустим в телеграме была пару лет назад уязвимость они сделали приватные чаты и позиционировали это как супер безопасный чат который удаляется и только между вами ссылки на приглашение в этот чат были проиндексированы гуглом попали в руки ненадежных лиц и телеграм потом долго на это реагировал вот оказалось что и приватные чаты были небезопасны но такие уязвимости на это пользователь обычно не может повлиять тут какие-то просто в качестве мер предосторожности просто понимание что все что вы отправляете где-то в чатах в соцсетях это все уже никогда вам не будет принадлежать лично это все уже куда-то можно достать вопрос действительно цены ровно как-то и сказал вот есть самые базовые мне кажется механизмы которые вот я сама пользуюсь то есть то что не требует больших усилий то что на любом сервисе пароль должен быть разным и пароль должен быть там 16 символов с точками запятыми большими буквами маленькими латиницей и цифрами и вот это на самом деле не так сложно сделать нужно просто продумать систему хранения этих паролей тоже есть много есть и менеджеры паролей есть и на самом деле самый безопасный дедовский способ честно говоря это запись на листочке потому что это точно не утечет в интернет к этому нельзя получить доступ менее безопасные способы хранения пароля это например в браузере но опять же вот тоже был интересный кейс айтюнс хранит данные твоего браузера что ты смотрел где все это хранится у них на сервере неважно чистишь ты история браузера или нет точно так же и пароль они хранят и был такой король цифрового спама один ревашов петр хакер которого так и поймали просто установили его личность запросили у apple данные его истории его учетки в itunes и оттуда взяли все пароли и так далее по цепочке вот поэтому хранить пароли в облаках там тоже не самое безопасное средство но и далеко их как бы прятать тоже не везде с собой выше носить листочек самые важные короче пароли лучше просто запомнить по какой-то системе и все вот это мне кажется базовая предосторожность какие еще да есть опасности от чего можно защищаться ну например вот шантаж связанные с тем что аккаунты в телеграме и инстаграме воруют потом либо пишут либо требует деньги чтобы овернуть здесь мне кажется самая классная это двухфакторная аутентификация когда есть еще что такое да 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 сейчас объясню это когда помимо пароля который ты вводишь на сервисе ты еще дополнительно подтверждаешь то что это ты несколькими способами либо через почту либо через смс либо через специальное авторизационное приложение на телефоне ну там еще несколько способов смс не самый надежный инструмент можно и перехватить если на том же устройстве она используется завладел устройством завладел доступом но довольно тоже такое спорное на почту тоже можно пароль от почты там найти но это все равно лучше чем просто пароль в одиночку и даже если у вас есть смс или почта да как дополнительное средство верификации это уже классно но самое классное это вот приложение типа microsoft аутентификатор или яндекс ключ в чем прелесть этих приложений когда ты заходишь на сайт пишет свой пароль и ты открываешь параллельно телефоне это приложение например яндекс ключ в течение там 30 секунд есть код доступа который меняется каждые 30 секунд и ты вводишь его они соответственно синхронизированы если ты его ввел ты попал в систему не зависишь от там смс и все это из-за постоянного обновления там раз 30 секунд в минуту очень сложно поделать ну я по крайней мере тоже пользуюсь это не слишком нагружает тебя в плане там вот заботы о безопасности но при этом это самое надежное у меня не было кейсов кражи взломов пароли и все такое вот это базовые вещи а дальше там не знаю защита от вредоносных программ которые установятся на компьютер там будут качать что-то у тебя или майнить биткойны или защита от фишинговых сайтов и прочее там просто очень много способов взлома вай-фая там или если ты зашел с компа на в библиотеке или в ресторане в общественную сеть там тебя тоже могут взломать тебе на ком что-то не то поставить от этих угроз более сложные защиты не уверены что там следует это обсуждать или защита документов да по хорошему как надо надо заводить виртуальные среды создавать крипто контейнеры хранить там все документы и пароли но только чтобы этим пользоваться нужно очень много трудов все это хранить помнить открывать разахивировать пользоваться этим невозможно поэтому такие серьезные средства защиты там поставить себе операционную систему юнекс или другую которая там защищает тор браузер и прочее vpn все средства анонимности просто зачем да ну там лично мне скрывать особо нечего почему мне это не нужно каким-то хакером опять же из кейсов был такой хакер который владел сайтом в даркнете в темном интернете вот он там в год зарабатывал 15 миллионов долларов а транзакции они проводили в биткойнах его за этим хакером велась охота чтобы его как бы привлечь к ответственности он хранил все свои пароли в крипто контейнерах все сидел все четко он не выходил с одного и того же айпичника личного никуда в интернет только с общественных точек но казалось бы человек максимально защитился от всего вот ему это нужно было ему это было критично важно поэтому на этим занимался но это как бы поймали но его вычислили до по камерам нашли что он сел в библиотеке но просто так его нельзя было задержать потому что он закрывает компьютер и контейнер шифруется данные не достанешь предвид нечего поэтому разыграли целую сцену он сидел за компьютером двое людей рядом начали драку он на них отвлекся и какая-то сидящая рядом женщина так забрала у него открытый ноутбук и они смогли достать эти данные вот поэтому в принципе даже на самую большую защиту если захотят я все равно прикроет понятно но мне кажется тут понятный способ защиты да и тут есть два момента первого первых опять же возвращаясь к аналогии с обычными способами защиты дамы пароль это ключ во многом замок и понятно что когда у тебя есть много ключей у тебя есть связка и дальше как-то вопрос защитить эту связку да ты можешь с собой тебя могут вытащить ее из кармана и не путаться да вот можно положить все в сейф и тогда останется один ключ от сейфа тогда вопрос как хранить этот ключ ну и так далее это первое второе ну и в общем дальше каждая как там есть вопрос да кто будет сторожить стражу да потому что всегда вот способ защиты тут вопрос где надо остановиться да каждый сам для себя решает а во вторых есть еще такой момент что тут очевидно вот из того что ты описываешь есть два фактора которые спорят друг другом удобства и защита безопасности ну например я известно да что вот все эти пучи приложений связанных с распознаванием лица понятно что они являются достаточно ну уязвимыми то есть когда твое лицо попадает в базу там тебя легко вычислить и так далее но например поскольку опять же вот мне нечего опасаться я например с удовольствием в москве как только вели возможность проходов в через турникет в метро по Face ID да то есть это лицо я пользуюсь потому что это очень удобно забыл карточку телефон это быстро ты подошел тебя сразу с тем узнала и мне в общем ну как бы не страшно понятно что но это риск с другой стороны опять же пароли там везде хранить 16 вот эти контейнеры все кому надо да да ты человек который да кому это важно тот конечно заморачивается другой не заморачивается но как-то тут всегда есть некий вот нужно найти какой-то нащупать баланс с одной стороны нужно совсем тоже писать пин-код от карточки на обратной стороне карточки как раньше делали и ловили на этом же не лучшая идея зато очень удобно максимально да всегда под рукой но тут есть вот эти опасности мне кажется тут каждому нужно для себя просто вот этот баланс находить искать и тоже понимать что в общем часто же боятся вот когда читаешь там какие-то комментарии интернете мало кто боится что там его какой-нибудь соседский петя украдет и будет шантажировать все боятся там спецслужбы те или иные кто-то какое-то там мировое правительство там и так далее вот и на самом деле надо обычному человеку понимать что 99 и 9 десятых процентов случаев если если им будет надо то его найдут это первое есть и программа мы знаем шпионский там насколько она из райска есть доктор изламывает и открывает там все без таких только нет да ну я знаю те которые спецслужбы используются прям закупают до для дешифровки во вторых надо понимать опять же да что есть много способов не не через интернет да то что найти да через может слить какой-нибудь знакомый и так далее так далее это первое а потому что но обычный человек вред вряд ли попадет в поле зрения никто не будет ради прикола смотреть его какие-то детские фотографии там да это довольно затратно найти его в стоге сена да а а вот то что кто-то может рядом или вну просто вот как телефонные мошенники есть это же то же самое да через телефон звонят еще как-то вот то что такая опасность гораздо более вероятна вероятность оценивать конечно можно бояться что погибнешь то что вулкан изверкается да где-то будешь но эта вероятность этого не крайне низка а вот дорогу переходить внимательно смотреть направо налево да и там на красный свет не перебегать вот это гораздо более важно поэтому здесь вот мне кажется надо тоже об этом думать помнить и вот я готовился когда читал статистику и статистику и вот одно из исследований говорит что вот такие атаки до вот взломы с кому общую статистику посчитать что они происходят всего по менее одного процента случаев по вот этим с чего-то начала уязвимостям система каким-то взломом кодов но вот такими словами один в основном в случаях это как там человеческий факт когда я скорее всего статистика про какие-то корпоративные базы данных все таки то есть когда детали не пытается взломать до какую-то систему таких действительно очень много случаев к сожалению допустим вот только в июле недавно была новость что лабораторию helix да взломали и вот тебе в сеть попали данные снилс фио телефон и мэйл но от этого ты никак не защитишься здесь нужно вот как раз защитный уровень государства но слава богу это есть то есть есть ответственность за хранение персональных данных не зря мы мучаемся подписываем вот эти все документы а компания в свою очередь несет большую ответственность за хранение перс данных на специально чтобы лишний раз компании принуждать строить как бы уровни защиты потому что это затратно долго и сложно не все хотят этим заниматься ну и действительно очень много утечек нет я согласна что чаще это действительно не про кота а про какую-то человеческую да просто слил базу или безлаберность или финансовую иногда больше подкупить до чем-то надо как мы знаем из истории всех времен когда подкупали слуг подкупали слуг подкупали ну как тот же милвертон поступал да как крепость взять лучше договориться с тем кто откроет да 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 что-то такого типа конечно за дешевле но да надо помнить опять же вот про все про все вот эти вещи что как-то мне нравится эта фраза да мемная скажем так что миром правит явная лажа не тайная ложа да вот наверное вот это ключевой фактор что скорее что в большинстве случаев виноват тот кто в соцсетях на опубликовал какие-то вещи вот например сейчас есть целый команда называется асинт по моему вот этих система да когда а которые вот используя вообще доступные данные они раскрывают очень много вещей ну часто связаны с военными операциями когда когда команда хакер ну даже не хакер это люди как я понимаю которые просто берут фотографии там например по какой-нибудь линии столбов и изгибы дороги говорят ага это происходило вот в этой точке и и и то есть тебе кажется что ты ну просто там поле два столба и дорога ну и сфоткался ты на фоне там техники какой-то военной а уже через 15 минут в эту технику летит допустим потому что нужно какая-то система распознавания изображения используется ну я так понимаю там есть разные технологии наверняка там есть какие-то вещи используя иногда просто коллективный разум потому что например берется если как известна общая территория берутся люди которые там жили о я знаю из этого магазина проходил ну то есть фотография чек стоит а фоне вывески там какая-нибудь парикмахерская но как обычный человек никогда думает что тут какая нет информации то есть в общем мне кажется что когда мы говорим про гигиену и про информационную безопасность вот это все тоже нужно учитывать что современные способы распознавания поиска в интернете и всего прочего они позволяют очень много выяснить даже по таким незначительным факторам шерлоком холлсом чтобы там даже если вы платите втория биткоином все равно вас можно вычислить найти это при желании может сделать это не так дорого стоит да ну и наверное еще если мы говорим про гигиену и про безопасность стоит поговорить про те риски которые связаны скорее не с мошенничеством явном виде а скорее с информационным да мы говорили про буллинг это одна часть вторая часть это вот скажем так информационные сейчас мы знаем например помню термин когда создают дипфейк да или как называется когда видео и уже научились делать очень похожие когда если раньше можно было говорить ну по фотография ладно там фотошоп на говорили вот я помню в моей молодости все боялись что на фотошоп это очень это и будет очень похоже и человек там пострадает его репутация а сейчас уже раньше видео было гарантией чтобы очень сложно поделать качественно сейчас уже это не гарантия нейросетки мы все ну как бы все это знаем вот что здесь тут скорее порекомендовать ну не рекомендовать наверное вряд ли что-то можно скорее тут можно порассуждать и успокоить может быть не знаю я скорее пессимист в этих вопросах безопасности в том числе очень мне кажется все безопасники они люди пессимистично настроены такими надо это как и те которые вот противопожарной безопасности уходят они все настроены на худший сценарий вот я думаю что чем меньше вы информации оставляете себе в интернете тем меньше вариантов взять ее что-то с ней сделать конечно я понимаю что эпоху соц сети и хочется там фотографиями своими делиться и видео и так далее но может быть хотя бы это можно чистить чистить чат и тогда ну то есть стараться я понимаю это информация останется там где-то на северах но ее хотя бы сложнее будет достать чем просто взломать ваш аккаунт открыть историю чата достать все фотки дорисовать что нужно как ты переживаешь и выложить еще куда-нибудь но это совсем легкий путь поэтому хотя бы легкие пути не искать аудиосообщение собрать голос чтобы загнать на рассветку потом остальном от вот этих фейков мы действительно не застрахованы если кому-то нужно подпорчить вам жизнь может быть стоит не наживать врагов я не знаю но это не просто да понятно что защититься от этого невозможно но мне кажется тут есть и некие советы которые можно дать во-первых любую информацию проверять из нескольких источников желательно очень разных да не это ведь тоже часто бывает мы знаем что создаются например целые сетки телеграм-каналов да которые сгоняют то есть новость да и кажется что вы вроде в трех четырех источников я читаю одно и то же на самом деле это все одна сетка да которая просто получает темник да и он распространяется поэтому желательно вот следить за этим желательно опять же не поддаваться каким-то паническим настроением и в моменте не принимать решения потому что да если вы не знаете не можете повлиять на хаос то самая верная стратегия подождать да не никуда не никуда не двигаться да если все вокруг перемещается тут стоит на месте поэтому дождаться может быть официальных интерпретаций событий послушать людей которые несут ответственность за свои слова потому что мы часто знаем что люди в интернете вот анонимность она же играет в обе стороны до человека который что-то может написать ты не знаешь кто это может написать что угодно и ему потом крайне сложно ему что-то предъявить но когда например какой-нибудь там чиновник или политик или артист все-таки со своего аккаунта что-то нам пишет это уже все-таки рискуется у него есть чем он рискует своей репутации словом на он его можно засудить если что и соответственно их слова стоит ценить на увес этим словам придавать больше кроме того конечно нужно мне кажется еще вот в таких ситуациях стараться всегда в первую очередь попробовать избавиться от каких-то эмоциональных факторов попробовать очистить вот это сообщение или новость от эмоций которые часто бывают на просто рационально подумать иногда настолько это нелогично иногда настолько это бывает ну и мошенники знают эти приемы я могу рассказать историю своей жизни да когда мама мне рассказывал ей позвонили рано утром 4 утра или 5 но это понятно делается когда человеком спит но это значит сбить с толпа сложно реагировать и начинается разговор слова мама и видимо знали что есть сын да очевидно я был дома и сразу но она как бы сразу это поняла что в общем но сам заход он же очень понятен начинается с эмоционального слова мама да естественно любая мама реагирует сразу остро и потом и мама не до сих пор доказать что голос был вылитый мой хотя я почти уверен что это скорее уже потом но настое наслоение было из-за переживания да и ей показалось что голос мой то есть может быть очень но на этом многие виды мошенничество построены и вот надо понимать что эти все приемы они кочуют и в информационное поле и везде новости строятся по такому принципу сначала какую-то эмоцию пытаются раскрутить там разыграть и так далее поэтому вот это все это все тоже на основе относится к мне кажется к цифровой гигиени к информационной безопасности потому что защищать нужно не только пространство смысле свои данные но и свою голову в том числе от вот этого хаоса иначе можно просто в этом хаосе утонуть как кажется но еще одну последнюю часть разговором про это уже говорили немножко про кибербуллинг понятно что он это просто эволюция буллинга обычного да как бы если какие-то специфические способы защиты ну я наверно больше разбираюсь как были слышала про кейсы когда шантажируют целые компании там блокируя данные недавно в вайлберис был была сложная ситуация когда заблокировались серьезную базу данных не потом откупались а вот когда лично человека ну ситуация тяжелая если у того кто уступает в роли там шантажиста есть какие-то данные или фотографии которыми он шантажирует тогда наверное сложно потому что если это утекло то вариантов мало как с тем разбираться конечно вопрос наверно лучше договориться если же это именно буллинг в плане общения неприятного то но обычно мы сами честно говоря в это ввязываемся как мне кажется вот вы там пишите комментарии где-то под видео потом вам вернули обидный ответ но здесь не хочешь нарваться на каких-то там токсичных людей на не стоит с ними общаться слава богу сейчас соцсетях и везде можно заблокировать человека и просто не получать и не читать от него сообщения как вариант вот мне кажется не знакомыми людьми в интернете ну да мне кажется да так же как в обычной жизни нас учатом не общаться с знакомыми людьми и так далее все верно но и самое главное что в интернете в каком-то смысле проще потому что ну ты можешь на просто ударить диалог заблокировать и все в обычной жизни еще пойдет не он может тебя преследовать там до встречать ждать здесь это в каком-то смысле проще но по поводу публичных переписок и комментариев действительно такое возможно тут тоже надо понимать что но это как ты везде если ты вышла на сцену да это могут освистать как любого артиста да или просто да там кто недоброжелатель и тут ты либо справляешься с этим да и учишься с этим взаимодействовать отвечать либо не ввязываешься да то есть можешь не писать либо ну уходишь разворачиваешься с лицом победителя уходишь можно отключить комментарии так можно считать это возможно да где-то это возможно то есть в общем то никаких специфических методов как и по нему нет но единственное что вот эта возможность отключить этого человека да и не общаться с ним живую ну еще мне кажется правильно обязательно рекомендация это не давать свои персональные данные вот это все не рассказы где-то живешь вообще минимум личной информации никому с кем-то реально не знаком ничего не передавать потому что ну много же истории когда там с молодыми девушками например знакомиться симпатичный парень с красивой фотографии завязывается переписка подросткам кажется что это нормальный тип общения но неправда много общаются в смс телеграме там и так далее и кажется но почему нет но в жизни человека никогда не видела если он там зовет на свидание это все всегда очень опасно неясно кто это там может быть кто угодно писать и там фотографию любую поставить конечно с этим я бы крайне не рекомендовала общаться с незнакомыми на ну и тут понятно что это касается не только переписки это касается не только же переписки это касается всяких сайтов да вот все эти фишинговые и так далее когда ты тебя типа пародия на госуслуги да ты вылез свои данные потом это все вообще нажатие на любую незнакомую ссылку считается опасно при нажатии на эту ссылку на ваше устройство компьютер телефон может быть установлена в этот момент вредоносная программа либо вирус либо реклама либо допустим считывание каких-то данных и отправкой их третьим лицам поэтому по непроверенным ссылкам вообще не рекомендуется ходить ну и вообще надо следить внимательно за самими ссылками там буквально одну букву меняют и уже человек вводит все свои данные на тот сайт мне кажется что там визуально он такой же как некий надежный сайт ну что мне кажется мы много способов разных проблем и их решений рассмотрели связанных с информационной безопасностью и с защитой своих данных вообще всего-всего себя в интернете мне было очень интересно много нового узнал поэтому всем большое надеюсь что эти советы пригодятся и те кто нас посмотрят послушают они избегут попадания и такие ловушки или это неприятной ситуации хорошо спасибо большое спасибо да пока